Друзья, всем привет! Меня зовут Виолетта. Добро пожаловать на мой канал. Ставьте лайки и подписывайтесь. Я здесь в своем блоге показываю жизнь украинских беженцев в Германии. Итак, я сегодня подниму очень актуальную тему. Где же взять мебель в квартиру? Итак, мой первый совет написать заявление на помощь в джоб-центре. Но мы этого не сделали, мы не ищем легких путей. И сейчас я покажу, где лично мы взяли мебель. Так, посмотрите, у нас появились красивые старинные часы. Это просто моя любовь. Подставочка вот такая прекрасная. И просто звезда. Это вот этот красивейший просто шкаф. Посмотрите, до этого все, кто меня смотрел, знал, что у нас не было даже зеркала. Вот сейчас вселенная меня услышала. Посмотрите, какой прекрасный шкаф. Огромный. Как вы думаете, ребята, кто его собирал? А собирала его я и моя подружка Аленка. Как мы это делали, я покажу в следующем видео. Также у нас появились вот эти вот прекрасные коврики. Ну что, а сейчас посмотрим. А сейчас мы покажем, как мы на все руки мастерицы, что мы здесь творим. Внимание, кто нам собирает шкаф? Нам не нужен муж на час. Да, Аленка? Почему нам не нужен муж на час? А нам же мы все сами можем. Да, мы можем все сами. Вот. Ну, больше. Алена уже собрала короб с моей, конечно, помощью. Мы тут разбираемся, где, что и как. Куда лепить? Я надеюсь, результат будет классный. Золотые ручки. Супер. Та-дам. Мальчики. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. Я серию видео. Олесечка, давай, отходи. Бах-бах-бах. Ча-ча-ча. Алена, вонет. Сейчас я сразу гвоздик себе. Бах-бах. Вот нам можно... Как собрать шкаф в домашних условиях? Когда есть временные... Сейчас мы вышли на улицу, увидели, что с нашей два подъезда люди выносили ненужную мебель. Даже матрас. И мы можем взять себе что-то в квартиру. Мы уже спросили местных жителей, и можем взять себе что-то. Но, возможно, возьмем вот эту вот полочку для обуви. Здесь люди просто выносят все на улицу. Вот подходят обычные прохожие и выбирают, что себе забрать. Так, посмотрите. Ну что, Алена, давай заберем себе вот эту вот тумбочку. Вот эту. Да, да. Кто-то... Лямпе. Да? Что он, да? Наймпе. Кажется, он не нравится. Ну, также стул. Ну, он такой старенький. Ну, если нету, то можно взять. Здесь есть даже матрас. Старая мебель. Вот посмотрите, да? Относительно очень старая есть. Да? Вот опустим. Я на эту буду себе свечечку ставить. Я уже вижу, что я себе заберу. Так, я себе заберу вот эту вот. Я буду на нее вставить свечку. Я же свечку. Алена, ну, что ты, что-то присмотрела? Мне очень интересно. У нас нету зеркала. Вот здесь что-то с зеркала. Но мне кажется, что это... Это либо шкаф, либо вообще. Но мы можем просто себе забрать вот эту, допустим, одну досточку и поставить. У нас же вообще зеркала нету. Она, сними меня. Вот видите, друзья, в Германии есть такая особенность. Когда им не нужны старые вещи, они их не несут на мусорку, не выбрасывают. Они просто выносят под подъезд. И если кому-то нужно, люди просто так, прохожие, проходят, смотрят, выбирают себе и забирают. Удивительно, да? У нас такого нема. Ну, так что, Алена, давай зараз гребем, посмотрим. Мне очень интересует вот этот вот кусочек зеркала. Ален, он вообще... Вот видишь, его можно поставить, допустим, к сене, так как у нас вообще нету зеркала. Это зеркало в полный рост. Вот, также посмотрите, да, интересно, что тут еще есть. Очень много тумбочек. Прекрасная лампа. Ну, а, кстати, господи, лампа, люстра. Ну, то так и дилямпы, уже все, голова не очень... Алена, а посмотри, вот какая красота, смотрите. Видите, все очень прикольно. Только нам еще придется как-то это все самостоятельно устанавливать. Ну, я думаю, мы с Аленой сильные, а с этим разберемся, да? Разберемся. Вот, для полочек, посмотри. Ну, все, конечно, в пыли. Ну, мы с радостью все помоем и заберем себе. Ну, что, сейчас мы начинаем все затаскивать. Алена, посмотри, вот какая красивая штучка. Сейчас, секундочку, ребята. Вот, посмотри. Посмотри. Вау, это рамочка. О, это я тоже обязательно забираю. Вот, вот мой маленький. Олеся уже какую-нибудь штучку притянула. Нет, зайка, мы лишнего набирать не будем. Мы возьмем только то, в чем мы нуждаемся. Так как у нас полупустая квартира, в принципе, мы много чего себе можем взять. Да, можем взять вот это, чтобы ты раскладывала все свои тапочки. Только очень осторожно. Ну, что, ребята, сейчас я занесу и покажу, что мы себе набрали. Да, Алена? Я, кстати, об этом уже слышала, что здесь люди просто выносят все. Я думала, что это неправда, но это действительно правда. Как показывает практика, все это действительно рабочая система. Ну, что, сейчас займемся спортом. Обкультурим чуть нашу квартирку, пустую, в которой идет эхо, когда мы разговариваем. Да, Алена? Натащим, как маленькие жучки себе в коморку все, что нам нужно. Мне, кстати, очень удивительно, посмотри, здесь есть как очень-очень старые вещи, так и вот, ну, как-то. Ну, может, лет 5-6, да, вот смотри. Меньше, я думаю, хорошее состояние, либо же люди очень бережно относились. Ну, что, и обязательно заберем вот этот вот шкафчик для обуви. Ну, все, ребята, приступим сейчас. Сделаем мини-закупку, да, бесплатную закупку. Обустроим сейчас свою квартирку. Малая уже все здесь носит, да, Олеся? Это мне нужно очень. Это очень нужно все, ну, все. Ой, и смех, и грех, господи, что дальше. Ну, что, я пошла заносить? Давай сейчас. Квартира нам открыта? Да. Все, давай. Все, мы приступаем. Вот нам вышла женщина и подарила вот такие вот шикарные часы, вау, они даже работают. Класс. Я знаю, что за часы нужно давать монетки, да? Да. Да, сейчас мы подарим монетку. Часы супер вообще, просто класс. Мы отблагодарили людей, дали монетку. Они нас пригласили сейчас в квартиру, с которой они все выносят. И мы, фу, вот посмотрите, сколько мы всего взяли. Шкафы. Мы очень благодарны. Люди нам отдают свою мебель. Мы сейчас поднимемся вверх соленкой и будем собирать все маленькие подушечки. Вот я взяла Олесе подушечки. Также, посмотрите, укрываться одеяло, потому что у нас действительно ничего нету. Ну вот, судьба сделала нам такой прекрасный подарок. И мы сейчас будем переносить вещи сверху к нам вниз. Нас запустила святая святых. Сейчас мы собираем все, что видим. Нас попросили забрать все, что есть. Супер. Тут очень много чего есть. Мы будем брать только то, что нам нужно. Данкишон. Пять тысяч. Пошла я, пошла я все насыть. Уже какие добрые люди. Я очень им благодарна. Даже вот мы прихватили. Сейчас все помоем. Нам сказали, если мы это все не заберем, то им это все придется выбросить. Так вот, что же мы взяли. Мы берем только то, что нам необходимо. Будем собирать конструктор лего. Спорт. Ну что, не буду отвлекаться. Пошла я все носить. Посмотрите. Какая милашка. Класс. 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 Я счастлива. Очень добрые у нас отзывчивые соседи. Поэтому спорт сегодня мне организовали. Благодарю. 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 Отдали микроволновку. Также отдали нам утюг. Все даже запечатанный. Очень хорошее отношение. Я очень благодарна этим людям за их отзывчивость. Отзывчивость. Также посмотрите нам. Не полностью нам полочка. Очень, очень благодарна. Говорите Вселенной о чем вы желаете. И она найдет способы это осуществить. Вот только совсем недавно. Я рассказываю, что нам нужна сушилка. А я говорила, нам очень нужны добрые жалюзи. А ну да. В Алене жалюзи накрылись. Боже. Как мы благодарны. Вот теперь у нас есть где складывать обувь. Да. Как мы благодарны. Да, Любочка? Мы благодарны. Благодарны. Благодарны добрым людям. Мы благодарны Вселенной, что она нас действительно слышит. Ну, теперь у нас в прихожей еще есть зеркальце такое. Сушилка для вещей. Это просто необходимо. Так как валеный маленький ребенок. И ей можно стирать. Бесконечно. Бесконечно, да. Вообще очень, очень. Мы уже в ванную отнесли. Надо это все перемыть. Все, мы занимаемся делами. Сейчас посмотрим, что еще там у нас есть. Уже опробовали нашу микроломовку. Принимаем работу. Шикарно. Наша первая пицца. Идеально просто. Шнеля, мама. Шнеля, да, Олесечка? Мама Шнеля. Сейчас будем кушать. Знаете, вот сейчас хочется обратиться к тем людям, которые говорят, ого, мы так рады, что у вас поломала стиральная машинка. Они сидят там, радуются, пишут злостные комментарии. Ну, если вы подпитываетесь негативом, ну, жрите его, жрите его. И этого негатива будет полно вокруг вас. Вы что излучаете, ребята? То к себе и притягиваете. Я что хочу сказать? Вот, посмотрите на мне. Я всем желаю мира, добра и света. Понимаете? И ко мне мир относится ровным счетом так, как к нему отношусь я. Друзья, запомните всегда. Работает бумеранг. Бумеранг. То, что вы там эти несчастные 5% пишите мне гадость. Я знаю, что 95% людей благодарят меня за помощь, счастливы. Они смотрят мой влог. И посмотрите, как вот ко мне относится жизнь, как ко мне относится Вселенная. Вот, ну, с огромной благодарностью, взаимопомощью. Вот. Посмотрите каждый на мне. Пример. Пример жизни. Относитесь по-человечески, ребята, друг к другу. Любите друг друга. Уважайте друг друга. Желайте друг другу то, чтобы вы пожелали своей, как я, допустим, родной сестре, своей подруге, своей маме. Прежде чем вот вы что-то пишете, просто представьте, что это вы пишете своему близкому человеку. Прежде что вы когда вот червячок, да, сидит, и вы хотите сделать что-то неприятное. Вот вы подумайте, представьте человека, которого вы любите, и вот вы бы поступили с ним так. Люди, всегда оставайтесь людьми. Чего желает вам Виолетта? Это мира, добра и света. Всего доброго. До свидания. Чус. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова